Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии Рита Нерова и коротко о некоторых событиях. Вопросы социально-экономического развития Урубского района обсудили руководитель республики и глава администрации муниципального образования. Регион занял первое место среди субъектов Северокавказского федерального округа по количеству новых отелей. Курорты Карачао-Чехеси также заняли 5 и 6 места в рейтинге самых популярных направлений на 14 февраля. И Международный колледж «Полиглот» на первом месте во всероссийском конкурсе лучших образовательных практик в туристической индустрии. Далее подробности. Итоги минувшего года и планы по социально-экономическому развитию населенных пунктов Урубского района обсудили в ходе состоявшейся рабочей встречи руководитель Карачао-Чехеси Рашид Тимрезов и глава администрации муниципального образования Михаил Зайцев. Отмечено, что основной упор при развитии района делается на строительство новой и реконструкции имеющейся инженерной инфраструктуры, вода и газоснабжения. Так, в 2022 году в Преградной построено около 4 километров газоразводящих сетей. Голубое топливо подведено к границам порядка 450 земельных участков. Ведется проектирование межпоселкового газопровода Преградная-Курджинова протяженностью 26 километров. В селе Уруб в текущем году стартует строительство свыше 13 километров разводящих газовых сетей. В этом же селе уже построили 300 метров нового водопровода. Продолжается также строительство 12 километров водопроводных сетей в селе Псемен. Одними из важнейших итогов минувшего года стало досрочное завершение берега укрепления на реке Уруб в Преградной, что позволило защитить от подтоплений три сотни домов. Завершились и работы по рекультивации первой очереди хвостохранилища Урубского горно-обогатительного комбината. Вместе с тем продолжается развитие социальной инфраструктуры Урубского района. Ведется строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену в Преградной. В текущем году начнется строительство новых трех ФАПов – Курджинова, Курджинова-2 и Селеуруб. Карачао-Чикетия заняла первое место среди субъектов Северокавказского федерального округа по количеству новых отелей. За три года число гостиниц в республике выросло в два раза. По данным сервиса для проверки российских и зарубежных контрагентов «Контрфокус», на начало этого года в районе насчитывается 413 зарегистрированных действующих отелей, что в два раза больше, чем в 2020 году. Аналитики считают, что рост числа гостиничных организаций наблюдался в связи с увеличением туристического потока в период кризиса. Так, за 2022 год Карачао-Чикетия приняла 1 млн 923 тыс. туристов, что почти на 10% превышает показатели за позапрошлый год. Как мы же сообщали, горнолыжный курорт Архиз, созданный с нуля государством, в этом году перейдет частному инвестору на условиях открытого конкурса. На электронной торговой площадке уже опубликована конкурсная документация для потенциальных инвесторов. По решению Совета директоров, который возглавляет вице-премьер страны Александр Новак, с 10 января по 14 февраля проходит сбор заявок для участия в конкурсе. В феврале запланировано проведение конкурсных процедур, а в марте-апреле с победителем будет заключен договор купли-продажи 100% акции акционерного общества, управляющая компанией Архиз. В условиях конкурса предусмотрены оплата и передача акций в два этапа. Обязательства частного инвестора при покупке Архиза серьезные. Это создание не менее 30 километров горнолыжных трасс, в том числе система искусственного снегообразования, развитие трех туристических деревень, одна из которых Дука, будет создана с нуля, а также доведение общего количества мест размещения до 8 тысяч, отметил генеральный директор Кавказ-РФ Андрей Юмшанов. Для гарантированного развития курорта будет разработан график реализации инвестиционных обязательств под контролем государства. Разрухой и бесхозяйственностью, запертым навесным замком встретила представителей Регионального народного фронта благоустроенная еще в 2018 году территория Вольтеркачел из Джигутинского района. Увиденное удивило видавших виды экспертов, приехавших в АУ с мониторингом. Народный фронт обратился в муниципалитет с просьбой прояснить ситуацию и привести в порядок общественную зону отдыха. Прокомментировала ситуацию руководитель Регионального исполкома народного фронта в Карачао-Чекесе Людмила Капушева. Эксперты народного фронта, посетив общественную территорию АУ-Эль-Таркач, которая была благоустроена по программе в 2018 году еще, увидели неприглядную картину. Опрокинутые разбитые скамейки, завалившиеся столбы с торчащими вверх осколками плафонов, урны, которые в кучку собраны, одинокие обветшавшие тренажеры посреди пустыря фактически, местами разрушенная ограда, залатана старой сеткой, и на всем этом великолепии висит хороший навесной замок. То есть доступности вообще в этой площадке нет. Чтобы пройти на нее, нужно пройти через грязь и слякоть, то есть подъездных и подходных путей нормальных тоже нет. Рядом газовый распределительный щит, что как минимум небезопасно. Данная территория на сегодня занимает первое место в антирейтинге благоустройства прошлых лет. Мы продолжаем работу в этом направлении, собираем сигналы от граждан, от жителей различных сельских территорий. Именно как по нехорошим, худшим, так и по лучшим инфраструктурным проектам. Давайте покажем, как это должно быть. За благоустроенные территории и муниципалитет, и жители должны ухаживать, сохранять те объекты, которые там установлены, и в которые вложено немало государственных денег. В рамках реализации государственной программы развития культуры и туризма на 2013-2020 годы в селе Первомайском Малокорочавского района появится свой дом культуры. Строительство объекта с залом на 250 мест практически завершилось. Новый дом культуры, помимо зрительного зала, будет оборудован залами для занятий танцами и музыкой, обучения игре на национальных инструментах. Дом культуры будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности у главы Первомайского сельского поселения Альберта Байрамкулова. В свое время непосредственно с администрацией района было обращение к главе республики Рашид Париспевичу Тимрезову о строительстве нового дома культуры, которое он всецело поддержал, дал поручение, чтобы подготовили проект. И фактически это здание построено с нуля, полностью была подготовлена проектно-сметная документация. 103 сервиса социального фонда России работает на портале госуслуг. Они охватывают практически все направления деятельности фонда, включая пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей. За прошлый год на госуслуги было выведено порядка 40 новых сервисов фонда, в частности электронные заявления на единовременную выплату пенсионных накоплений. На портале теперь также можно оформить уход за инвалидами и пожилыми. Большую группу новых онлайн-сервисов составляют формы заявлений для назначения мер поддержки семьям военных и пострадавшим от радиации. Соответствующие сервисы позволяют дистанционно назначить компенсацию за проживание в радиоактивной зоне или работу на такой территории. Через портал можно получить и компенсацию на оздоровление, и ежемесячную компенсацию на молочное питание детей до 3 лет. Помимо этого, на госуслугах представлены сервисы, позволяющие проверить электронную трудовую книжку и пенсионный счет. Инвалиды и их представители могут получить технические средства реабилитации, зарегистрировать автомобиль для парковки на специальных местах и оформить путевку в санаторий для лечения. Черкесский городской суд огласил приговор четырем гражданам в возрасте от 34 до 50 лет, которых признали виновными в создании преступного сообщества, а также в покушении на незаконный сбыт запрещенных средств. В ходе расследования, которое ввели сотрудники следственного управления МВД по Карачао-Чикесии, было установлено, что криминальная организация состояла из нескольких подразделений. В нее входили два руководителя и два курьера, это жители регионов России, а также ближнего зарубежья. В ближайшее время они будут отбывать наказание в колониях строгого и общего режима, где злоумышленники проведут от 7,5 до 12,5 лет. Судами различных инстанций подтверждена обоснованность требований прокурора по иску о незаконном отчуждении земельного участка на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкеска. Решением арбитражного суда республики в прошлом году было удовлетворено исковое заявление прокуратуры Карачао-Чикесик, Управлению города строительства и архитектуры мэрии муниципального образования Черкеска и акционерному обществу «Распределительная сетевая компания» о признании недействительными договоров аренды и купли-продажи земельного участка площадью 2148 квадратных метров, расположенного на территории «Зеленого острова». Информацию комментирует старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Основанием для прощения в суд послужило несоответствие оспариваемых сделок требованием земельного законодательства, так как сделки были совершены в нарушении публичных интересов и прав граждан, в том числе жителей и гостей города Черкеска. Ответчик, не согласившись с судебным актом, обжаловал его в 16-й арбитражный апелляционный суд и в арбитражный суд Северокавказского округа, а также в Верховный суд Российской Федерации. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами прокуратуры республики о незаконности оспариваемых договоров. В передаче дело в рассмотрении Верховным судом Российской Федерации было отказано. В настоящее время прокуратурой принимаются меры к возврату земельного участка в муниципальную казну города Черкеска. Курорты Карачао-Чекеси, Дамбай и Архыз заняли 5-е и 6-е места, соответственно, в рейтинге самых популярных направлений на 14 февраля в День влюбленных. Российский сервис бронирования отелей и квартир Твилл.ру выяснил, где именно собираются соотечественники провести этот день, какой город или курорт они считают самым подходящим. Так, самым романтичным городом оказался Сочи, собравший 26% всех брони на 14 февраля. Второе место занимает курорт Красная Поляна, а третье – Санкт-Петербург, 13 и 12% бронирований соответственно. Республиканский колледж Полиглоту достоин диплома за первое место в участии во Всероссийском конкурсе лучших образовательных практик в туристической индустрии. В мероприятии принимали участие работники вузов и СУЗов, а также руководители крупных туристических комплексов в России. Экспертами было рассмотрено более 200 проектов. В финал вышли 45 участников, в их числе Международный колледж Полиглот. Проект, разработанный сотрудниками учреждения, вошел в номинацию «Лучшие образовательные практики по направлению сервис и туризм в сфере среднего профессионального образования». Ну и последняя информация. Русские театры, драмы и комедии Карачао-Черкесии приглашают на комедийный спектакль «Женитьба Бальзаминова». Он пройдет 26 января на сцене Государственной филармонии Республики. Грядущее 200-летие великого отечного драматурга Александра Островского решено было ознаменовать театральную постановку и знаменитой комедии русского классика «Женитьба Бальзаминова». И помог театру в этом художный руководитель и режиссер театра «Чеховская студия» Владимир Байчер. «Сложность заключается в том, что я предложил актерам очень сложный жанр. Это жанр трагифарса. Это один из самых сложных жанров, потому что здесь очень много эксцентрики, много буфонады, много акробатики, много очень таких и музыкальных очень сложных моментов. Все поют у нас на спектакле и играют, и все это должно быть соединено. И вот это все внутри этого жанра объединить – это непросто. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до 5 градусов тепла. Утром местами на дорогах Республики Гололедица. В горах плюс 5-10 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавиноопасность. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. А столбик катерометра поднимется до отметки плюс 5. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова.